Их руками из глины, дерева и камня Их руками были раскрыты секреты обработки металла, который помог обратить его не только в средства производства и технику, но и сделать из него украшения и предметы роскоши. Их руки нанесли на холстые краски. Так появились шедевры художественной живописи. Людей с очень умелыми, можно сказать, золотыми руками, называли всегда по-разному. Чародеями, искусниками, левшами, зодчими, творцами, профессионалами. Но для всех нас сегодня они мастера. Династия Это великая сила. Знаю, что я в чем-то лучше отца. Внук мой, допустим, я знаю, в чем-то лучше меня. Идет такое накопление. Недаром исторические династии складывались. Хорошо всем знакомая пословица «яблоко от яблони недалеко падает». Не всегда имеет негативный окрас. А что если наоборот? Ведь мастерство, передающееся из поколения в поколение, всегда являлись гордостью и славой России. Отдельной строкой стоят среди творческих династий семьи художников. Основоположник художественной династии Устюжаниных Николай Павлович Устюжанин. Продолжатели – сын Сергей Устюжанин и внук Николай Устюжанин. Николай Павлович мой отец организовал художественную школу. Я был в первом выпуске, в первом наборе. Вот был ли у меня выбор? Наверное, после этого выбора у меня уже не было. А я в детстве шофером хотел быть. Потом пошел в художественную школу, и все, и как пошел, так и все, и ушел навсегда. Когда ты наблюдаешь весь детство, растешь в такой среде, волей-неволей выбор сам формируется. Ты растешь в среде маслокраски, холсты, самих картин, произведений, которыми все стены завешены. Поэтому, так или иначе, ребенок, растущий в этой среде, он сам потихонечку определяется и идет к этому. Любовь к рисованию у Николая Павловича Устюжанина родилась еще в раннем детстве и не покидает его до сих пор. За эти годы из-под кисти мастера вышло около тысячи работ. Его произведения есть во Франции, Германии, Пакистане, Израиле, США, Японии. Он работал, то есть вот еще прошлый год он активно работал, ему уже 86 лет, вот он исполняется. Активно. Он в 75, даже в 80, он еще на велосипеде за 15 километров от города уезжал. И там за ягодами, за грибами там. И тюдик напишет парочку раз, все, приедет. То есть вот так вот. Мне, у меня столько здоровья нет. Николай Павлович Устюжанин стал первым учителем рисования у сына Сергея. В 1974 году он был в числе тех, кто основал в городе Куртамыши детскую художественную школу и преподавал в ней. Хотя своего сына он начал учить о зам живописи еще задолго до поступления. После выпуска из художественной школы Сергей Николаевич поступил на художественно-графический факультет Магнитогорского государственного педагогического института, который окончил в 1983 году. С этого момента начинается не только творческий путь мастера-живописца, но и первые шаги в педагогике. Он, наравне с отцом, преподает живопись в Куртамышском педагогическом училище. Когда я был молодой, я думал, что я никогда в жизни преподавать не буду. Я буду вольным художником. Мы все хотели быть вольными художниками. А случилось так, что сначала понемножку, понемножку, понемножку. И как-то незаметно втянулся. И как-то незаметно уже 36 лет я невольный художник. С невероятной теплотой вспоминает художник лихие 90-е. А все потому, что это был один из самых плодотворных периодов жизни живописца. Из-за постоянных задержек зарплаты Сергей Николаевич был вынужден писать картины на продажу. Развозил их по художественным салонам Кургана, Екатеринбурга и Челябинска. Это удивительное время было. В стране не счета, а картины покупались. Картины очень хорошо покупались. Потому что у людей появились деньги. И некоторые люди там искали, куда их вложить деньги какие-то. И картины в 90-х будто покупались в разы, в десятки раз лучше, чем сейчас. В 2002 году Сергей Устюжанин переехал работать в Хантамансиск. В колледж-интернат Центра искусств для одаренных детей Севера. Здесь он трудится по сей день, воспитывая молодых талантливых художников, воодушевляя своим примером и трудолюбием. А среди студентов его внук и тезка Сергей Устюжанин-младший. Будущий продолжатель художественной династии. Цель Сергея-младшего – получить профессию художника-мультипликатора. И это не дань современной моды, а увлечение детства. Навыки, полученные под руководством деда, станут первой ступенькой к осуществлению этой мечты. Для него это не дань Моги, для него это действительно увлечение. Будучи еще совсем маленьким, он брал пластилин, шевелил его, фотографировал на такие вот телефончики еще, потом листал эти фотографии. То есть это такое увлечение серьезное. И он целенаправленно движется в этом направлении. В стенах колледжа-интерната сформировалась и третья звезда в созвездии художников-устюжанинах – Николай Устюжанин. Николай окончил в городе Куртамыши художественную школу, а затем и педагогическое училище, где все эти годы его учил дедушка Николай Павлович Устюжанин. Вслед за отцом в 2003 году Николай приехал в Фантамансиск и поступил в филиал Уральской государственной архитектурно-художественной академии на отделении керамики. Он был весьма любопытным студентом и разносторонним. Но, наверное, разносторонность – это обязательно качество студентов, которые учатся на отделении керамики. То есть, с одной стороны, Николай пришел уже подготовленным, поскольку у него за плечами было уже художественное училище, и он занимался активно живописью. Учаясь на пятом курсе архитектурно-художественной академии, Николай Устюжанин уже преподавал рисунок и живопись в колледже-интернате «Центр искусств для одаренных детей Севера». Грунт пропитается первым слоем масла и уже позволит работать в дальнейшем более спокойно, более ровно. Немножко темноватый фон, сейчас немножко его где-то тепленького добавим. Мне нравится преподавать, но преподавательской деятельности вот в такой, какая у нас, там есть и свои плюсы, и свои минусы, потому что приходится заниматься с теми, кто не хочет заниматься. Вот это вот самое неинтересное в нашей работе. А если человек хочет заниматься, то это очень классно. Когда ты что-то даешь человеку, он это берет и еще лучше делает. Это вообще удовольствие огромное. Николай Устюжанин – участник Всероссийских выставок, лауреат Международного фестиваля современного искусства, «Шар в искусстве, архитектуре, живописи» и окружные художественные выставки «Югра художественная». Но сам Николай считает, что пока не обладает той сложившейся манерой письма, которая присуща устоявшемуся художнику. А все потому, что он все еще ищет себя и пробует новое. Я очень сомневающийся человек, я туда-сюда дергаюсь. И вот там вы можете посмотреть, работа полностью абстрактная, работы где-то какие-то более изобразительные, где-то такие. Они все разные у меня. Вот графика черная, допустим. Ведь это опять же поиск. Это поиск. У меня знаете, сколько выброшено всякой ерунды валяется. Последнее увлечение Николая – это акварель. Акварель позволяет работать быстро, работать везде. То есть она не требует длительной подготовки, как масло, холсты, размеры, композиции и так далее. Более легкий материал, более подвижный. И он порой непредсказуем. То есть ты можешь не ожидать, она сама нарисует. То есть всегда есть какой-то момент случайности, и это очень-очень интересно. В планах Николая создать три серии картин в жанре пейзажа. Залив мекловодной реки, дороги и рогоз. Разрабатывая эти идеи, Николай пишет акварельные и тюдные зарисовки. С их помощью он совершенствует свою технику письма и ищет неординарные цветовые сочетания, которые помогут передать нужную ему эмоцию. Это уже графика. Суть в чем? Здесь красота и ритмика вот этого растения рогоз. Хочется найти вот эту какую-то поэтическую структуру. Причем, чтобы это не было сухим изображением, а было каким-то именно состоянием, настроением. Он каждый год может на выставке удивить то работой более традиционного толпа, а где-то он вдруг выступает со смелым экспериментом у художника-новатора, который ставит перед собой чисто формальные задачи, формальный поиск. Есть ощущение, что он все еще находится в этом поиске, и будем ждать, что он знает, зачем сердце успокоится. За эти годы у династии Устюжаниных было немало совместных выставок, которые увидели в разных городах – Кантамансийске, Куртамыше, Кургане, Магитогорске, Челябинске. Сергей Устюжанин успешно участвует в многочисленных всероссийских международных художественных выставках. Его произведения находятся в частных коллекциях, государственных музеях, картинных галереях России и за рубежом. Одна из последних была посвящена 60-летнему юбилею Сергея Устюжанина. На персональной выставке художника были представлены лучшие работы, созданные на протяжении последних 35 лет. Творчество Сергея Николаевича сильно менялось на протяжении его жизни. Ранний период он может быть более активный, более теплый, может быть более непосредственный. В дальнейшем его цветовая гамма несколько поменялась, он стал более рассудительным. Может быть ушла та непосредственность, но на смену ей пришли какие-то философские размышления. У меня все картины, они так или иначе, пытаюсь я, по крайней мере, их наполнить каким-то смыслами, содержанием, чтобы можно было порассуждать, подумать, и кто понимает, то, значит, ну, наверное, двойное какое-то эстетическое наслаждение получает, кто начинает разгадывать эти вещи. Специально для нас маэстро Кисти раскрыл тайну картины «Река». Сна, лед идет. В районе Речи-Порта я видел, там парень с девушкой стоит, обнимается, ценуется, и лед идет. Вот эти ленточки с ограждением, вот это ограждение какие-то, они все разрываются, улетают, ничего. И в то же время это вечная весна, которая наступает, и она, каждую через нее проходит, и вот это как бы стихия какая-то, вот их окружает, но им это, в общем-то, и нипочем, и все это вместе сливается. Отец и сын, дед и внук – искусство, переданное по цепочке поколений, соединенных друг с другом самыми крепкими узами роства, как ровного, так и творческого. На первый взгляд, они разные, но генетическая связь их, несомненно. Ни отец, ни сын у стюжанины не ждут и не настаивают, чтобы их династия мэтров Кисти продолжалась. Во главу угла они ставят счастье своих потомков. Кстати, никто из них не был единственным ребенком в семье, и все же генетическая любовь к живописи побеждала другие увлечения. А значит, уже дети юного художника-музиапликатора Сергея Устюжанина будут решать, вставать ли в одну линию с нашими современниками из династии художников-живописцев. И кто знает, может, однажды они их превзойдут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok